ПВО в Чечне. Я, собственно, у меня был к тебе вопрос, как к специалисту по чеченской войне. Вот ты мне не подскажешь, как часто во время чеченской войны Украина бомбила Чечню? И зачем Кадырову систему ПВО, которую он попросил установить над Центероем, от кого он собирается обороняться, особенно если учесть, что он только что даже дважды принимал капитуляцию от Зеленского и говорил, что готов с легкостью забрать Киев из страны НАТО. Если Киев из страны НАТО, Кадыров один победит. Зачем ему? Да я понимаю все. Понимаешь, Кадыров ведь только прикидывается балбесом. Кадыров на самом деле великолепно осведомлен о всех проблемах, которые к нему подкрадываются, потому что такой гроб-гробоч на тонких волосатых ножках, он все ближе и ближе. И он прекрасно понимает, что та неминуемая рассадка, та неминуемая страшная коллизия, которая ждет Россия, в первую очередь, конечно, коснется его как символа путинизма, как одного из самых страшных и ярких символов путинизма. И он понимает, что шанс выжить для него крайне невелик. Дороги в Чечню проконтролировать можно, и у него хватит на это сил. Но все десанты, все вертолеты, которые могут высаживаться в горах, а, как ты понимаешь, желающих убить Кадырова в этом мире очень много, и прежде всего это практически вся та свободная Ичкерия, которая сейчас вот вместе с этими тектоническими движениями политических плит наконец сможет выйти из своих подпорий. И он прекрасно понимает, что единственный шанс перехватить воздух, перехватить вот эти вот десанты, перехватить вертолеты, в конце концов, даже если к нему соберутся в гости морские котики из известного подразделения, то тоже они ведь не по дорогам приедут. И вот в этом заявлении о необходимости ПВО для Чечни как в зеркале отражаются все проблемы путинизма. Они сразу видны, как в лупе, потому что Кадыров великолепно освеномленный человек, и он слышит шаги Гроб Гробыча. Он понимает, кажется, чем закончится все дело. Если раньше у них было безупречным чувство стабильности и уверенности хотя бы там на два года вперед, то сейчас этого чувства стабильности нету и на два месяца вперед. Никто из них не гарантирует и не в состоянии предсказать свою судьбу вот на эти два месяца. Они понимают, что все сейчас повисло на волоске. Ну, слушай, судя по тому, как он бережет свои воска, он как раз из них единственный обладает некоторым стратегическим мышлением. Но меня, извиняюсь, вот что удивляет. Он все-таки с помощью ПВО, он же не от джихадистов собирается обороняться, потому что у них нет ракет «Искандер» и ракет «Калибр». У них есть, а, десанты, которые умеют высаживаться в горах и особенно в лесистых горах. У них есть вертолеты, которые умеют тихонько прилетать и тихонько улетать. Посмотри, там довольно удобные воздушные коридоры, вот прямо летая не хочу. Он прекрасно понимает, что в случае чего именно в этой зеленке будут сконцентрированы те силы, которые потом двинутся на Грозный. То есть для него это все уже вопрос жизни и смерти. Особенно, конечно, я бы сказал, капризно и эгоистично звучит его требование ПВО, как раз в ту минуту, когда России нечем прикрывать даже свои юго-восточные города. Ну, нечем, да, их благополучно, периодически, чтобы напомнить о том, что идет война, и бомбить имеют право все, и та, и другая сторона. В общем, туда тоже что-то прилетает. И мы видим, что, например, на той удивительной концентрации шизофрении, которую мы наблюдаем, что дело еще хуже, что в Совете Федерации на полном серьезе, вот так вот прямо люди, глядя в глаза друг к другу, взрослые, вроде бы когда-то закончившие школу или, по крайней мере, купившие аттестат, рассуждают о боевой магии и о том, что в секретных лабораториях Соединенных Штатов готовились специальные чудовища, которых позже нарядили украинскими солдатами и которые не имеют ни жалости, которые бессмертны, которые нечувствительны к пыткам. Это всерьез люди рассказывают друг другу. И всерьез в связи с этим принимают какие-то решения, которые они обычно называют государственными. Тут все, ну, в общем, тут понятно. Помнишь, был такой замечательный Филипп Пенель? Это был один из первых психиатров в Франции. Он тогда получил свое управление с Альпетриер. Это одна из первых психиатрических больниц мира. И он поражался тому, вот если самых отборных, самых смачных психов собрать в одном помещении и запереть, какие невероятные идеи и фантазии у них рождаются при обмене совместным мыслями. Примерно то же самое мы видим и с Советом Федерации. Другое дело, что вот этот прорыв в шизофрении, который сегодня демонстрируется, он, наверное, единственный прорыв из всех тех, которые так, в общем, всерьез требует Путин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова